Скоростные модули оперативной памяти сейчас очень востребованы для актуальных пнатольных платформ от Intel и AMD. Сегодня у нас на экспресс-обзоре пара новых игровых комплектов от Crucial, Ballistix DDR4-3600 и Ballistix Max DDR4-4000. В начале нынешнего года компания Micron обновила линейку модулей оперативной памяти Crucial Ballistix. Для очередного поколения планок используются чипы Micron и Dai с повышенным частотным потенциалом и низкими задержками. Для модулей применяются радиаторы с невысоким профилем и тремя цветовыми окрасами – черным, красным и белым, а также предлагаются варианты с дополнительной RGB-подсветкой. Серия включает двухканальные комплекты от DDR4-2400 до DDR4-3600 объемом от 8 до 64 ГБ. К нам на тестирование попал один из топовых наборов новой линейки – двухканальный комплект DDR4-3600 общим объемом 16 ГБ. Память поставляется в картонной коробке. Для дополнительной защиты при транспортировке используется прозрачный блистер. Модули получили алюминиевые радиаторы для улучшения охлаждения микросхем памяти и печатной платы. В данном случае это низкопрофильные алюминиевые пластины, минимально увеличивающие габариты планок. Анодированные в черный цвет охладители универсальны в плане внутреннего оформления системного блока. Обратим внимание на достаточно компактные общие габариты модулей. Они отлично подойдут для платформ с габаритными воздушными системами охлаждения. На лицевой стороне симметричного радиатора нанесено обозначение линейки Ballistics, а надпись Crucial Biomicron еще раз подчеркивает принадлежность бренда американскому производителю. С обратной стороны, кроме логотипа, также размещен компактный стикер с информацией об объеме модуля, рабочем режиме и заданных параметрах. Есть упоминание о том, что финальная сборка модулей производилась в Мексике. При использовании прошитого XMP-профиля для комплекта устанавливается режим DDR4-3600 с формулой содержек 16, 18, 18, 38 и напряжением питания 1,35 Вольта. Это очень достойная комбинация параметров. Тайминги лишь слегка выше, чем у топовых терпестующих комплектов этого класса. Согласно показаниям утилиты Typhoon Burner, для модулей используются чипы Micron и Dye. Микросхемы были произведены по 12-нанометровому техпроцессу в американском городе Бойсе. В данном случае имеем дело с одноранговыми планками, выполненными на восьмислойной печатной плате. Конечно, в штатном режиме стабильность работы набора не вызывает каких-либо вопросов. Трансферы ожидаемы для DDR4-3600. В тесте AIDA64 имеем порядка 50 ГБ в секунду для тщения и около 52 на запись. Используя для тестов платформу на базе Intel Z390, экспериментальным путем удалось выяснить, что модулей сохраняет стабильность в режиме DDR4-4200 при использовании формул задержек 18, 20, 20, 40. При этом напряжение и питание понадобилось повысить до 1,4 Вольта. В целом, очень даже приличные показатели. Там, где классическая линейка Ballistix заканчивает, топовая Ballistix Max только начинает. В старшей серии представлены двухканальные наборы памяти DDR4-4000 и DDR4-4400 объемом 16 и 32 ГБ. Для этих планок также используются микросхемы Micron и Dye. Все комплекты серии предлагаются только в черном цвете, с массивными радиаторами, имеющими матовое покрытие. В рамках Crucial Ballistix Max также предлагаются версии с RGB-подсветкой, однако с иллюминацией доступны лишь наборы DDR4-4000. Из любопытных опций отметим возможность заменить штатный световод на верхней кромке, используя индивидуальную световую панель, например, распечатанную на 3D-принтере. У нас на обзоре побывал базовый двухканальный набор DDR4-4000 с 16 ГБ с таймингами 18-19-19-39 и напряжением питания 1,35 В. Очень достойно для старта серии. Уже по внешнему оформлению упаковки несложно догадаться, что речь пойдет об устройстве классом повыше. Набор поставляется в более крупной коробке из твердого картона с дверками на магнитных застежках и прозрачным окошком, позволяющим рассмотреть модули. Внутри планки фиксируются в защитном демпфирующем блистере. В планке Max модификации получили составные радиаторные блоки, выполненные из экструдированного алюминиевого профиля. Модули заметно массивнее базовых, но в то же время они идентичны с последними по высоте. Это особенно важно при использовании воздушных кулеров с крупными радиаторными блоками. При схожих габаритах Max планки почти на 1,5 мм толще стандартных Ballistics и заметно тяжелее последних. В целом модули выглядят лаконично. Здесь нет никакого визуального перегруза и избыточных оляповатостей. Приложение Typhoon Burner сообщает нам о том, что для комплекта используются те же микросхемы памяти Micron и Dai. Важное отличие – наличие встроенного температурного датчика с разрешением в четверть градуса. Возможность оценивать нагрев планок может быть полезной, особенно когда речь идет о разгоне. Штатный XMP профиль задает искомый режим DDR4-4000 с формулой тайминга 18-19-19-39. Для такой рабочей частоты и комбинации задержек напряжение питания в 1,35 Вольта выглядит многообещающим. По результатам тестов комплекта в заданном режиме имеем трансферы на уровне 54-55 ГБ в секунду. Для настройки и мониторинга параметров модулей производитель предлагает воспользоваться фирменной утилитой Ballistix Mode. В большей мере приложение будет полезно для управления подсветкой планок, оснащенных RGB светодиодами. Для обычных модулей доступна информация из SPD. Кроме того, для оснащенных термодатчиками Ballistix Max может быть полезна вкладка Temperature с фактическими значениями температуры. Для интересующихся есть возможность вынести на рабочий экран отдельный виджет с этими параметрами и даже сохранять показатели в лог-файле. А что же у этого комплекта с разгоном? Теоретически, частотный потенциал должен быть как минимум не хуже, чем у комплекта Ballistix DDR4-3600. Действительно, DDR4-4200 нам удалось получить непринужденно. Более того, возможности для форсажа Ballistix Max оказались чуть лучше. Повысив напряжение питания до 1,45 Вольта, удалось повысить стабильную работу набора в режиме DDR4-4300 при задержках 18-20-20-40. В нашем случае это уже было предельное значение. Ни дальнейшее повышение вольтажа, ни увеличение задержек не позволяло запустить платформу с оперативной памятью в режиме DDR4-4400. По результатам тестов новых модулей Crucial можем говорить о достойном пополнении ассортимента скоростных комплектов DDR4. Чипы памяти Micron и Dice заметно улучшили частотный потенциал модулей, позволяя производителю предложить наборы для самых требовательных покупателей. Наконец-то здесь появляется конкуренция топовым модулям на базе корейских микросхем DRAM. Особенно отметим Crucial Ballistix DDR4-3600, предлагающих хороший баланс характеристик и цены, а также приличный запас для дальнейшего ускорения. В свою очередь, Crucial Ballistix Max DDR4-4000 в целом больше подойдет владельцам платформы на Intel. Комплект подкупает гарантированными повышенными частотами, наличием термодатчиков и эффективными радиаторами, но за такие опции приходится заметно доплачивать.